Потери мировой экономики из-за пандемии коронавируса к 2025 году могут составить 35 триллионов долларов. Такие неутешительные прогнозы дают эксперты, опрошенные Блумберг. Период восстановления, который переживают сегодня ведущие экономики мира, стал возможен за счет вложения триллионов долларов в меры поддержки. Благодаря этому растет производство в Германии, снижается уровень безработицы в США и восстанавливается экономика Китая. Однако, по оценкам Международного валютного фонда, снижение волового внутреннего продукта большинству стран не избежать. По оценкам МВФ, около 13% ВВП снизится в таких странах, как Франция, Испания, Чуть меньше в странах Северной Европы и чуть меньше 10% США. А развивающиеся рынки, такие как Китай, Индия, Бразилия, Россия, пока не так сильно пострадали на данный момент. Глобальный кризис, как показывает опыт, бесконечным быть не может. Рано или поздно экономики мира научатся действовать в новых условиях. В какой-то момент оживление должно будет усилиться. Но темпы этого оживления, его устойчивость напрямую зависят не только от размера рынка той или иной страны, но и от того проводится в ней, в этой стране, новая политика, не омеркантилистская, прагматическая, или можно назвать ее просто протекционистской политикой, или такой политики там нет. Вместе с тем аналитики считают, что пока рано подсчитывать ущерб из-за произошедшей пандемии, так как такого рода простой всей экономики, включая закрытие границ, случился впервые. А падение отдельных экономик вызывает действительно серьезные опасения. Медина Гурбанова, CBC